МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика. О главных новостях понедельника вам расскажу я, Юлия Важенина, и корреспондента национального телевидения Чувашей. Смотрите сегодня. Ценообразование под контролем, тарифы на вывоз коммунальных отходов на 20% повышать не будут. Башню не сносят, в Чувашии решают проблему обеспечения письевой водой. Дружественные бактерии молодые ученые из Аграрного университета получили грант Российского научного фонда. Жители республики получат платежки за июль с учетом нового тарифа на вывоз мусора. В них не будет 20% повышения, такое решение приняла госслужба Чувашии по тарифам. 382 рубля 30 копеек за кубический метр. Так выглядит единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Внести изменения в тарифную сетку удалось благодаря межведомственной проработке. Министр строя установил среднюю плотность, образующуюся на территории Чувашской исповеди, в размере 88,98 кг на кубический метр. Здесь чем? На основании данного исполнения решения и установления средней плотности госслужбы по тарифам выразительным объемом отходов и установлен единый тариф на услуги регионального оператора в рублях за кубический метр. Рост платы за вывоз мусора на 28% к тарифу первого полугодия 2020 года прежний состав правительства Чуваши заложил в декабре прошлого года. 30 июня на совещании по вопросам изменения платы граждан за услуги по обращению с ТКО в Рео главы Чуваши Олег Николаев заявил, что такое повышение тарифов недопустимо и поручил разобраться в этом вопросе. В итоге за услугу городские жители по сравнению с первым полугодием будут платить меньше на 39 копеек. Для сельчан предусмотрено повышение на 2 рубля 46 копеек, а не на 9 рублей, как предполагалось ранее. Территория опережающего развития в Новочебоксарске – голубое топливо в Заволжье. Это основные темы рабочих встреч в Рео главы республики Олега Николаева, которые он провел в Москве и Санкт-Петербурге. Льготный экономический режим для бизнеса даст Новочебоксарску мощный толчок для развития местных предприятий, решит вопрос нехватки рабочих мест и повысит уровень заработной платы. Кроме того, благодаря договоренностям, достигнутым в Минэкономразвитии, город «Спутник» сможет развить новые виды деятельности и снизить зависимость от градообразующего предприятия «Химпром». Вопросы газоснабжения республики Олег Николаев обсудил с генеральным директором «Газпром Межрегионгаз» Сергеем Густавым в Санкт-Петербурге. В 2020 году на газификацию региона «Газпром» направит 229 миллионов рублей. Предусмотрено строительство газопровода к заволжской территории протяженностью 52 километра, в том числе 21 километр по территории республики Мариел и 31 километр по Чувашии. Также будут организованы работы по газоснабжению комбината керамических изделий в «АллатРе». В ближайшие дни в Министерстве строительства совместно с заинтересованными органами, в том числе муниципальной власти, предстоит работа по актуализации инвестиционной программы. И в кратчайшие сроки наше предложение нам надо предстоять в «АллатРе» с тем, чтобы все объекты были согласованы и чтобы во второй половине августа мы его смогли зафиксировать и утвердить для дальнейшей работы. Ольга Алексеева, Павел Иридков, Республика. Премьер-министр российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Чувашии 1 миллиарда 172 миллионов рублей на закупку троллейбусов. На эти средства планируют приобрести минимум 68 единиц для Чебоксар и Новочебоксарска. 12 троллейбусов на автономном ходу будут обслуживать сотый маршрут Чебоксар и Новочебоксарск. Экопарки, агротехнопарки и промышленные парки планируют создать в Чувашии. Территории с особыми экономическими условиями для введения бизнеса в соответствующих отраслей включены в программу ускоренного социально-экономического развития региона на пять лет. На совещании в Доме правительства рассмотрели возможные места размещения парков. Это земельные участки в Чебоксарах, Новочебоксарске, а также в Батаревском, Чебоксарском и Цивильском районах. Сейчас в процессе разработки дорожные карты на каждый объект. Так, экотехнопарк, комплекс объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов будут создавать в три этапа. Первый этап – это модернизация действующих производственно-технологических комплексов по переработке отходов и выпуску продукции из вторичных ресурсов. Второй этап – это создание на территории опережающего социально-экономического развития города Новочебоксарска новой обособленной площадки Тазасыглош, на которой посредством глубокой переработки отходов будет вырабатываться и энергия для обеспечения производства по получению вторичных материальных ресурсов и товаров в народном потреблении. И этап третий – это снижение объемов размещаемых отходов на полигонах ТКО Республики. Обеспечение жителей чистой питьевой водой – одна из острых проблем на селе. Половина водонапорных башен Республики нуждается в капитальном ремонте. В этом году обновят 217 объектов. Для этого из бюджета Республики выделено 200 миллионов рублей. Сами сельчане тоже не остаются в стороне и при помощи программы инициативного бюджетирования активно включаются в процесс реконструкции. Вопрос о замене водонапорной башни для деревень Басурмана и Вурман-Косы в последнее время стоял очень остро. Имеющаяся башня эксплуатировалась больше 30 лет и в последнее время перестала выполнять свою главную функцию – обеспечивать сельчан чистой питьевой водой. Вопрос стоял давно, на собрании жителей неоднократно поднимался и в конце прошлого года, в октябре месяце, народ у нас принял решение участвовать в данном проекте. Проект ремонта утвердили в Минсельхозе, затем назначили аукцион. По его результатам общая стоимость работ составила 715 тысяч рублей. 10% от этой суммы сельчане собрали собственными силами. Часть средств взяли из бюджета района, а оставшуюся сумму субсидировал республиканский бюджет. Конечно, сельский народ обрадовался, дружно, быстренько собрали деньги и теперь ждем, когда у нас будет башня. Сейчас на объекте залили новый фундамент. В ближайшее время установят новые насосы и подключит систему. Новая башня заработает уже с 1 августа. Богдана Дойникова, Бахтияр Велиев, Республика. Как идет строительство и реконструкция автомобильных магистралей в Республике, обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. Более 5,5 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики в этом году. На 1 июля использовали почти 20% от плана. Это больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но все же основная нагрузка ложится на летний осенний период. Так что темпы надо ускорить. Основные дорожные работы проводит Чувашу Пордор. Еще одна большая задача – обеспечить опасные участки магистралей системами фото и видеофиксации. Кстати, это часть национального проекта, направленного на профилактику ДТП. На заседании Олег Николаев еще раз обратил внимание на устранение межрайонных разрывов дорог. Таких проблемных участков в Республике 6, соединение поселений нормальными сквозными трассами, а не в объезд, поможет оказывать современную медицинскую помощь. Потому что создается межрайонный территориальный центр оказания медицинской помощи и дорожная доступность к этим центрам должна быть организована соответствующая норматива. В связи с этими разрывами на сегодняшний день вот та запланированная модель, к сожалению, иногда хромает. Следственный комитет по Чувашии завершил расследование уголовного дела бывшего заместителя начальника управления надзорной деятельности МЧС. Он обвиняется в получении взятки. С ноября 2019 года по февраль 2020 года сотрудник МЧС получил взятку в размере 150 тысяч рублей от жительницы Чебоксар. Она владела магазином в Яндринском районе, который сгорел. За нарушение правил пожарной безопасности женщина стала жертвой вымогательной взятки. В настоящее время следователям собрана достаточная доказательственная база СИЗИСЧ. Уголовное дело после утверждения прокуратуры Чувашской республики обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что максимальное наказание, предусмотренное по данной статье Уголовного кодекса, составляет от 7 до 12 лет лишения свободы. Бережливое производство в медицине. Связано оно в первую очередь с организацией услуг населению. Без очередей, без лишнего хождения по коридорам комплекс нам. Особенно наглядно технология выглядит в Республиканской детской клинической больнице. Общеизвестно, дети – народ нетерпеливый и лечиться не любит. Разделение потоков на первичный и вторичный, грамотная работа администраторов, удобная навигация для пациентов. Даже посещение травмпункта здесь стараются сделать максимально комфортным. Следующим шагом для идеальной работы, как мы считаем, будет то, что непосредственно рядом с травматологическим пунктом будет располагаться рентгенологическое отделение, компьютерная томография, магниторезонансная томография. И тогда маршрут и движение детей и родителей, обратившихся в травмпункт, будет еще меньше. Их пребывание и время пребывания в больнице еще существеннее сократится. Основа основ любой больницы – врачи-профессионалы. Нахет Дохан – детский травматолог. Как говорят его коллеги, он лечит сердцем. Нахет не просто дипломированный врач. Он изучает нетрадиционную медицину и различные духовные практики. Я стараюсь чувствовать, с каким проблемой пришел. Даже заходит ребенок, даже я чувствую переживание матери, мамы, родителей. Я сразу подключаюсь на внутренний диалог вообще. И это мне очень вручает и очень помогает в работе. У меня было по 100 человек за сутки. По 80, по 90. Люди ходят с жалами, с болями, с проблемами. Некоторым тяжело, ты как-то подсознательно передаешь им успокоение, что все будет хорошо, успокоится, все будет нормально. И это очень хорошо помогает, реально. Любая помощь должна быть оказана вовремя, считает Дохан. И в случае детской травмы просит родителей не откладывать визит к врачу. Например, ребенок убрал вчера, они сидят спокойно. Я спрашиваю, почему вы сразу не обратились. Они отвечают, мы были в деревне. Все, ответ, как будто это норма жизни. И я считаю это очень большой. Но халатность, неответственность со стороны родителей. Таких родителей все же меньшинство. Все остальные сразу обращаются к профессионалам, таким как на Хет Дохан. А налаженная система бережливого производства ускоряет весь процесс оказания помощи. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика. Молодые ученые Чувашского государственного аграрного университета выиграли грант Российского научного фонда. 5 миллионов рублей уйдут на изучение свойств углеродных наноструктур и их воздействия на живые организмы. Своё исследование они проводят совместно с командой ученых Института ядерной физики Московского государственного университета. О практическом применении исследования в нашем репортаже. На стыке физики и биологии, как углеродные наноструктуры взаимодействуют с живыми организмами. Именно над этим уже два года работают пятеро ученых аграрного университета. Сначала этой темой заинтересовался заведующий лабораторией Антон Степанов, затем к ней подключились преподаватели ветеринарного факультета, чуть позже студенты. Речь идет о создании биосенсоров нового поколения. При помощи ускорителя мы можем разогнать его до больших энергий. И при этом создать очень узкий пучок, узконаправленный пучок, которым мы можем модифицировать наши углеродные структуры, создать в нужных определенных местах дефекты и при этом получить нужный, например, тип проводимости. Для того, чтобы создавать промышленные устройства. Ионная модификация для того, чтобы создать определенный тип проводимости. Все опирается в то, чтобы при создании биосенсоров создать такой материал, который будет как минимум не вреден живому организму. Значит, мы должны проверить, насколько он хорошо им переносится. Оторгается ли не оторгается. Как он реагирует бактериями. Не является ли он, скажем так, не способствует ли он заражению организма бактериями. Антон Степанов физик. Считает себя больше теоретиком. Он производит все расчеты. А уже представители другой специальности ветеринарии проверяют точность расчетов. Мы сначала выращивали культуру кишечной палочки. То есть для данных исследований использовался штамм E.coli M17. Это безопасный штамм. То есть он не способен к мутированию. Получается, выращивалась суточная культура. И затем мы исследовали биосовместимость влияния различных образцов с углеродными нанотрубками. Некоторые образцы оказывали более бактериостатическое действие на E.coli. Они мешали им развиваться. Нанотрубки определенных образцов оказывают негативное воздействие на рост бактерий. С помощью таких биосенсоров, введенных в тело животного, будет доступна информация о состоянии организма. Кроме того, результаты исследования можно использовать в робототехнике, космической отрасли и приборостроении. Часть полученных от научного фонда средств пойдет на оснащение лаборатории. Татьяна Иванова, Бахтияр Велиев, Республика. На этой неделе в столицу Чувашии прибудет пограничный сторожевой корабль «Чебоксары». Он бросит здесь якорь и станет музеем. Малый противолодочный корабль изготовлен на судостроительном заводе в Ярославле. С 1988 года числился в составе пограничных войск в Латвии. С 1993-го перебазировался в Калининградскую область, где охранял государственную границу России. Имидж «Чебоксары» ему присвоили в 1997 году. Корабль станет музеем истории военно-морского флота страны. Отдельная экспозиция расскажет о легендарном пути сторожевика. Это главные новости понедельника. А я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин